ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда? Я с Донбасса. С Донбасса? С Кузбасса. А, с Кузбасса. Как пожелаете? Ну, нормально все. Ладно, хорошо. По-моему. Гора для Сибири, это плоховато. Да, вкусы-то хорошо. А там тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пенза? Пенза. То есть не так далеко, но все равно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, да. Я вот интересуюсь, выборы скоро будут? Вы как думаете, они повлияют на что-то? Выборы в Думу? Нет, выборы в Думу. В Думу? В сентябре. Будут 19 сентября, по-моему, они начинаются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Думу, я думаю, что у нас нет выборов. К сожалению. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Глуховатый звук такой, плохо слышно. Я не все слова могу разобрать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня просто телефон стоит здесь на столе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А так вообще у вас в регионе уровни зарплат устраивают людей? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У вас в регионе уровни зарплат устраивают людей? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы для себя в партии находимся? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА беспартийные но просто интересуешь как бы все-таки такой серьезный шаг выборы они не так часто происходят просто мы как бы можем насчет мы повлиять в этой стране а почему может мы просто не хотим и не пробовали да нету зачем нет просто неравнодушный гражданин я здесь новость прочитал на ставрополе задержан глава управления гбдд полковника алексей сафонов и более 30 его подчиненных они наживались на всем от блатных номеров там до торговли водительскими удостоверения вот эти вот золотые унитазы там замки какие-то это они строят нормально но позолочен ну недорого 140 тысяч всего нам не так дорого но там помимо этого унитаза там практически все в золоте вы видели видео коттеджи там со всеми люстрами унитазами все это видео это преувеличение вы мне так кажется это всегда нагнетают людей а на самом деле там возникла книга там вообще-то было может что-то это и есть да может что-то что-то или нет то есть вы считаете что это нормальное положение вещей когда стране где очень много людей не доедает 20 миллионов за чертой бедности это нормально да а как относитесь к путину что он сделал для страны хорошим разума разруха была но тогда нефть стоил очень девушку сейчас не стоит дорого а сейчас всем привет мы в кемерово кузбасс это край где выкапывают 200 а то и более миллионов тонн угля по году вот так выглядят дома в которых живут кемеровчане проспект советский дом номер 39 воруй воруй россия а то ведь пропадешь а для кого а для кого он раз ну смотрите в 90-х годах были заводы несмотря на то что время был тяжелый нефть стоил очень дешево тем не менее были заводы города были не сказать чтобы серые только они такие же мне кажется и остались у нас не сказать что там какой-то заводы производственные стали не актуальными ну смотрите завод нужен для того чтобы было свое производство у нас своего ничего нет вот вы можете сейчас оглянулся и ну а вы найдите что-нибудь наши круг мы кроме себя нашего отечественного производства у нас много слоя еще есть у нас вагоны стоят 10 компаний что стоят что стоят у нас стоят 10 компаний у нас есть у нас есть тактические производства такие которые города ну производят кем для различных производств у нас много заводов заводы машину строят ну смотрите я сейчас вот оглянусь сторонам я нашел ничего не вижу вообще здесь все импортно телевизор импортный телефон мы разговариваем он импортный а программное обеспечение импортное даже носки которые я ношу они китайские ну то есть у нас своего нет вообще ничего кроме громче слова причем программное обеспечение у нас программное обеспечение такое раньше линус шел сейчас мы переходим постепенно на линукс линукс? а кто переходит на линукс? где находится компания linux это уборту что операционной системы по моему linux это система очень сложно она не для всех windows он простой это простая операционной системы для пользователя linux он немножко сложнее там идет исходный код и она на этом исходном коде как-то базируется ее сложнее взломать сложнее там с ней что-то сделать но тем не менее пользуются все windows я никого не знаю кто бы пользовался линукс я пользовался но мало в основном все пользуются android и windows нет я не спорю но вы видно продвинутый пользователь таких немного у нас мало кто linux пользуется на самом деле я не спорю что она плохая она хорошая система у нас русское то что-то хорошее было только она у нас от нас утекает допустим в контакте создавалась нашим человеком что у нас сейчас вы зря вы так говорите что она на windows подождите она сейчас пока это как windows да раньше телефоны с комплексного телефона переходили на допустим андроиды айпоны там ну допустим телефон да у человека нет не так просто расставался он допустим третий свой комплексный телефон и ему нужно смотреть да вот купил вот андроид но но существует довольно давно это старая система ну они давно это выводят на рынок и никак не вывезут дело в том что она не пользовательская система она профессиональная но не пользовательская пользовательские системы это windows android я не спорю это для ограниченного круга людей система которые но более-менее что-то там соображает в этом деле а так вообще линок сама и не такая удобная ясно но это понятно а то что вот динамика идет на увеличение цен на поднятие пенсионного возраста на практически антинародное законодательство которое просто но сейчас вообще со всех сторон закрывает любой человеческое мнение разве это нормально пенсионный возраст подняли а пенсии не подняли а возраст подняли в чем же это в чем плюсы это время мы ждем уже больше двадцати лет она не наступает а вы это так сейчас ну как бы сами для себя решили или как бы или вы видите реально какие-то плюсы а так у меня мать врач супруга врач отец был врачом я к сожалению не врать но знаю за врачей за положение нашей медицины я знаю зарплатах наших медиков сожалению не буду выражаться не цензурной брони подняли у медиков зарплаты так с к видом работают рискуя своей жизнью люди это очень большой скафандр но я очень рад вам повезло это не всем пока идет и как вы считаете компенсация медикам работающим с к видом она достойна ну приблизительно в цифрах сколько бы ну то есть где-то 10 там 15-20 тысяч на ваш взгляд это достойно работа медиков она более чем достойна она достойна гораздо большая оплата чем и гораздо больше компенсация вот я о чем говорю у нас по статистике и пару стату и по всем этим зарплатам и по всему прочему у медиков не на на мой взгляд компен не компенсации не их основная зарплата не достойны врачи достойно большого все медики они же они жизни спасают начиная вот начиная от тех медиков которые меняют утки без них же тоже ничего бы не получилось а я говорю обо всех сейчас абсолютно обо всех медикам а почему бы нет а почему гинеколог не достоин там достойной зарплаты хорошего дохода я не про частный говорю потом частной клинике это уже там совершенно другой другая кухня то есть вы считаете что медицина нашей стране это хороший достойный медицин достойная оплата достойно все нет не всем достойно я не считаю что там я считаю что я считаю что я говорю да что получаем какие-то сейчас реакции я работаю в кавидаре в кавидаре это как будет нет не не приводилось 180 тысяч я вставлю цифры здесь это интересно 180 тысяч что-то я такого это действительно так да я это когда в да в берем вам вы Но на Кузбассе у вас врачи получают 180 тысяч. Правильно я понял? Изначально получали по 250 тысяч. По 250, да. Да. Сейчас, как бы, все равно кризис был более-менее, так как с КИХА и ДАКНУ, то менее попадают к парню. И, естественно, так будет. Но все равно, к ним заказывают свои деньги, что-то не все. То есть врачи на выездах в Кузбассе получают по 250 и по 180 тысяч. Они не выезжают в поликлинике целую неделю. Они там живут и спят и ездят в одно помещение, где на курсе дороги. Ни фига себе. Я просто не ожидал. Ну, это, как бы, по нашим меркам, по этому, ну, достойная оплата. Просто я тоже, как бы, живу в семье врачей, и я никогда не слышал, чтобы такие зарплаты были даже вот. Я слышал наоборот, что недоплачивают, что обманывают, что медики бастуют, что создают какие-то профсоюзы, там, все дела. Когда медики бастовались, то бастовались все, там, все нормально, все нормально, все нормально. Но они даже сами сейчас медики говорят. А почему вы же? Пусть не говорят. Вы хороший человек. Это медики говорят, что хороший человек? Ну, у меня тоже жена медик, я хорошо, я вас услышал. И они в комментариях работают, они... А чем он хороший человек, что он хорошего сделал, на их взгляд даже, и на ваш? Что он сделал для страны? Он же президент страны, что он сделал для страны? Как? Ну, что по порядку? Ну, пенсии поднял, я знаю. Ну, зарплаты сделал ничтожными. Ну, уничтожил производство. Олигархам дал все, что им нужно было дать. А я что, разве что-то про Навального сказал сейчас? Не про Навального, я сказал. Навальный, это на других странах, это на каких-то временных отношениях. С кем он налазил мы? У нас санкции от всех практически цивилизованных больших стран на нас наложены. А это до ковида было наложено. На нас санкции были наложены до ковида. С 2014 года на нас санкции наложены серьезные, и цена долларов взросла в два раза. А санкции с каких-то не были наложены? Санкции со всех сторон. С Евросоюза, от Америки, от... Ну, это серьезно. ...больших стран, больших мировых экономик. ...санкции голова ровно по сторонам Америки. Ну, в том числе со стороны Америки. Да, когда с Америкой начала Россия бороться, то это может выяснить, что... А как она начала бороться, и как она может бороться с Америкой? Ну, там, не начну, что-то выяснение происходить. Я сейчас не струю, не досконально, как все это происходило. Когда выяснить, что в России каждый другой как ребенок. И что? Знаю, да, и что? А в Америке у них золотые запасы, они все потратили весятые... И что? Это доминирующая валюта мира. Если да, она не может это имениться. Ну, смотри, ну ладно, скажите, потом я скажу. Ну, это как считать. Да нет, в Америке вообще, вот это, она может быть... Когда она вся поменяет, что она будет рубль, это не еще валюта валюты. Это будет не может, исключено. Давайте я вам сейчас объясню, как устроена экономика. Дело в том, что наши магазины и ритейлеры покупают продукты свои не за рубли. Рубли нигде не котируются. Это как валюта Зимбабве. Они все покупают за евро и за доллары. Рубль нигде не котируется. Так вот, евро и доллар, какой бы ни был госдолг, что бы ни было, не случилось. Хоть там, не знаю, что, инопланетяне прилетят. В любом случае, американская валюта останется доминирующей. На земле, на сегодняшний день, и на завтрашний день, похоже, тоже. Но мы здесь никак к этому не приклеимся. Знаете, единственное, в чем Путину повезло с нашей страной? Это с населением, которое смотрит телевизор. Люди, которые... Знаете, у меня еще валюта такая? Какая? Не доллар. Евро. Евро, да. В том числе, в том числе... В том числе, в том числе и доллар. Второй после евро идет доллар. Да, я с вами полностью согласен. Да, есть оно такое, что после евро идет доллар. Рубля там нет, даже близко. И не будет никогда. Ну, при нашем правительстве. Нет. Вы слышали слова Путина, что он выведет рубль? Вот я вам сейчас зачитаю слова Путина. Вот в 2001 году Путин сказал, я не буду переписывать Конституцию. Он ее переписал. В 2005 году Путин сказал, пока я президент, пенсионный возраст повышать не будем. Это Путин сказал. В 2008 году Путин сказал, у меня никогда не было соблазна остаться на третий срок. Это Путин сказал. В 2014 году Путин сказал, их там нет, про Украину. В 2021 году Путин сказал, дворец за 100 миллиардов не мой. Вам недостаточно, что наговорил этот человек за год управления? Нет. А мне достаточно. Мне достаточно было одного до 2001 года. Понимаете, просто я не знаю, это ваше наигранное просто... А чем наигранное? Кем? От надуманное, в общем-то. Неправильно сказал, не наигранное, а надуманное. А в чем это выражается? Я сейчас факты назвал. Вы можете их загуглить и посмотреть. Смотрите, да, оно и есть. Путин, да, выражает там. Есть ролики, есть ролики. Есть ролики, где он конкретно врет. В каждом слове. Он врет, врет, врет и всегда врал. И врать будет. Он привык врать. А знаете, почему он привык врать? Потому что люди, смотрящие телевизор, ему будут верить, когда он будет врать всегда. И даже если случится так, что в магазинах, на полках будут лежать товары в сотни раз превышающие свою цену, и даже в тысячу раз. Мы все равно будем ему верить и хаос. Картошка, кстати, подорожала не на десятки, а на сотни процентов в этом году. Во всех магазинах, наверное, по всей России. Все равно не виноват, да? А в Сибири одна растет. А в нас в магазине она стоит по 80 рублей, картошечка. У вас в полях она растет. Ну, у вас в полях, а у нас в магазине... Ну, смотрите, вы же не одни живете в этой стране. У нас картошечка стоит 80 рублей килограмм, причем не самая хорошая. Картофель мытый 79, картофель не мытый 69. А морковка 120, 130, 150 было. У нас картошечка 80 рублей килограмм. Ну, вот так вот. Ну, вот, ребят, вы все видели. Вот такой попался. Интересный персонаж. Слился. Когда почуял, что жарко начинается. Вот такие у нас живут, к сожалению. И таких, к сожалению, большинство.